Всем привет, ульки мои красотульки. Я только приперлась. Откуда приперлась? Тут банки стоят с орхидеями. Еще с утра их должна была ими заняться на пересадку. Смотрите, какая большая. Ну, не знаю, думаю, ее в ламинарию вскрыть, потому что она выдала цветонос. Представляете? Не знаю, видно вам будет, нет? Нет, вот он. Я возьму его, попробую на размножение. Он стерильный уже, стерильный. О, дочь, это даже в одежде, бедный ребенок, прибежала с работы. Так, вот здесь малыши, но я их буду вынимать. Что-то мне не нравится среда. В мох буду сажать их вот такие маленькие. Вот. Здесь одна такая большенькая, одна маленькая. Это из почек цветоноса. Видите, одна большая, а одна, вон она там, малепусечная. Здесь из почки цветоноса два кота у меня. Что, зайцы мои, кушать хочешь? У тебя джинсы новые? Да. Офигеть, а почему мама не знала? Дети вообще какую-то не показала, кровесомки. Маме тоже надо джинсы купить, дочь. А то у мамы нет джинсов. Здесь кто? О, здесь тоже у нас. Что, здесь два кота? А, нет, здесь один кот такой большой. Здесь два кота. Вот. Здесь вообще. Кто? Пять. Ты, Саня, Даша, Ваня. А, Иванина сестра? Офигеть. Ясно. Здесь в единственном экземпляре такая орхидейка. И не буду пытаться ее размножать. Но оставлю себе. У меня такая есть, но она одна. Вот. Оставлю ее себе. Кстати, она у меня вынашивает коробочку. Такая орхидея. Вот. Это у меня кто? Это, по-моему, Сезам. У меня они под номерами, но там еще и фото есть. Не вижу его. Эти полностью буду вынимать, мог сажать. Буду без вас делать. Такие большие. Вот. Здесь каменные розы. И большие есть, и поменьше. Не знаю, сколько. Раз, два, три, четыре, пять штук здесь, что ли. А здесь... Какая двенадцать. А какая двенадцать у меня никто? По-моему, Будда. Да. Будда оранжевый. Не красный, оранжевый. Тоже. И тоже одну надо в мох сажать, а одну еще посадить в питательную среду. То есть ламинар мне сегодня в любом случае включать. Будем с цветами в обнимку кушать сегодня. А что делать? Так вот это убрать надо. Чтобы она вам обзор не закрывала. Кофе утром налила, девочки. А, откуда я приперлась? Я с 40 квартир приперлась. Я была там не очень долго. Я туда ушла, наверное, в три, в два. За этот промежуток, вот, во сколько в пять я вернулась, я прибегала домой. Мартюша смотрела, потому что с утра у него было пять приступ. Вот. Одну таблетку нашла дома. Была одна таблетка его. дала ему сегодня утром после приступа. А, дочь! Олечка отправила мне препараты, и я заказала на Азон. Оля отправила. Все нормально приняли, да, даже ничего не вскрывали, коробку. Написано с седьмого. Какое сегодня число? Ну, с Москвы. Третье. Ну, с Москвы оно не... С Москвы завтра придет. Да. Ну, завтра еще нет, потому что они... Она еще у них на складе. А отправку еще не делали? Сейчас посмотрю, по-моему, нет. А отправка по Москве, по Москве, Москва работает до шести сегодня. Ну, написано в пути, но она еще у них на складе. А, завтра начать пройдет. Да, принято на доставку, просто написано. Возможно, то, что просто везут на... Скажи мне, почему здесь статус стоит оплачен? А, потому что по моему договору? И оно придет, и я здесь оплачу, да? Скорее всего, да. Ну, просто, чтобы не было недостачи там в офисе потом. Дальше скажу, что... Дальше скажу, что... Дальше скажу, что... Дальше... Дальше скажу, что... Ничего себе не такое... Ну, потом поговорим. Все, все готово. Вот. Установили фильтр. Я ушла туда в три. Они приехали вдвоем. Посмотрели. Ну, это знакомый дяденька, который там делал теплые полы и котел переносил. Ну, да. Кушать хочешь? А? Хочешь? Я хочу. Я взяла вот такую гречку с курицей. Ты же другое мясо не ешь. А курицу же ешь. Я о тебе позаботилась. Девочки, гречку взяла попробовать Мираторг. Мираторг, да. Ну, знаю, что сама сделаю лучше и туда, и сюда. А? Да. Ну, шо это? Ну, вот зачем это? Короче, надо зубочисткой дырочки сделать и в микроволну. Это для того, чтобы не взорвалось, девочки. Нету там нигде фольги, посмотри, а то еще взорвемся. Я один раз с фольгой забыла, девочки. Поставила с фольгой в микроволновку. Как она у меня заискрила. А микроволновка стоит, если вам видно и понятно, да? Над ней газовый котел. Ой! Как я испугалась! Мама дорогая, у меня чуть инфаркт Микарда не был. Вот. Ну, ой, дочь, она не выпала. Он сейчас сожрет уша. Все бумажки ест, а? Ну, не смотри, меня тяните бумажки. Все, 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 нет. Напугали ребенка. Вот болеет девочке, да? Сейчас вот у него плохо с сердцем. Ну, все равно. И тянет на улице, как бульдозер. Туда. А обратно еле идет за мной тащиться. Прям еле идет. Мне аж его на ручки хочется взять и до дома донести. Но устает, он устает. Его отдышка начинается. Че ты? Напугали, блин, сейчас. Вот. Че я уж рассказывала-то. А, про котел. Пу, про этот. Про фильтр. Ну, и, в общем, установили они этот фильтр. Все. Кран поменяли. Сразу. Потому что он говорит, Люба, а че кран-то нету? Я говорю, не купили еще. Я говорю, потом поменяем. Он говорит, так давай я сейчас все равно его буду снимать. Потому что, ну, там перекручивать, чтобы фильтр-то уставлять. Сделал мне дырку, как я вам там говорила. В раковине. Вот. Установил фильтр. Все побежало. Все пошло. Говорю, давай, как написано в этом. Сольем из этой колбы сначала воду-то. Там первые несколько разов. Надо ее сливать. Опять заполнять. Опять сливать. Вот. Заполнили, сняли, слили. Включаем. А ничего не течет. Все по схеме делал. Ну, и человек понимает, в них он их не один раз вставил. Вот. Все правильно подключено. Он десять раз эту схему перечитал. И не может понять, ну, почему, блин, не идет вода, и все. Оттуда там где-то идет, здесь не идет, где надо. Я ему говорю, блин, ну, может, шланги с завода перепутали. Ну, там же они по цветам, эти шланги. Точно, представляете? Поменял местами шланги, и все, побежало. Он их десять, он его десять раз разбирал. Собирал обратно. Он говорит, ну, так не должно быть. Ну, ведь пошла же вода сначала. А сначала-то правда пошла. Потом почему-то перестала. Ну, в общем, сделали все. Кран установили новый. Вот. Фильтр мне поставили. Я говорю, надолго хватает? Месяца на три-то, говорю, хватит. Он говорит, если тебе только, ну, цветы наливать, я говорю, я бочку сюда принесу, буду ее заполнять, чтобы она стояла все равно, отстаивалась. Вот. Буду наливать в нее перекись, чтобы оно, ну, как я дома делаю всегда. Чтобы она не портилась. И одной бочки-то мне надолго будет хватать. Так что Олечка выслала мне препараты. Слава Богу. Они придут быстрее, чем я заказала через Озон. Вчера лазила, девочки, не знаю, где из них натуральные эти таблетки, где они натуральные. Есть и 17 тысяч 50 таблеток, 10 миллилитров или миллиграмм, как оно там, да? Ну, 10 нам, короче, надо. Не 5, а 10. Ну, я вам вчера говорила. Вот. Ну, и долазилось я вчера, что нашла... Смотрите, как согнулось. 17 тысяч стоят такие таблетки, девочки. Я по отзывам заказала почти за 8. Потом, что еще? 7 тысяч сегодня вот отдала. Считаю, они кран купили. И котел еще он сделал. Там на котле закисла какая-то штука, за счет которой горячая вода льется. Вот. Разбирал котел. Ну, он все это делает один человек. И он и сантехник, и ремонтирует котлы. Вообще и теплые полы может делать, и все. Уникальный человек. Мастер на все руки. Но дождаться его иногда очень-очень трудно. И плитку ложит. Он все может, понимаете? Вот один человек может все. И по электрике может. Так бывает? Вот. Что еще купила, девочки? БПшки, чтобы были. Я вчера так есть захотела. У меня там есть эти, макароны, шпагетти в холодильнике. Есть картошка. Есть мясо жареное. Я не хочу. Я бы поела вот этих БПшек вчера. А нету. Взяла. Пусть будут. Чай взяла, девочки. Такой мы, по-моему, уже брали с дочей. Ой, а я даже не посмотрела. Да, чай черный. Черный чай со сладким ароматом северных ягод. Кусочки черники и ежевики. У-у-у. У-у-у. Какой вкусный чай купила. Все. Колбаски взяла. Это мы с Мартушей в магазин ходили, представляете? Майонез взяла. Сейчас не ори. Палочки вот такие, девочки. Такие вкусные пельмени вообще. Прям отвал башки. Дочка, ты где у меня? Ой, моя согнулась. Тушь. Ой. Как я забыла, девчонки, могла забыть, что Мартюше нужны лекарства. Как? И Оля мне еще пишет вчера про них. А я ее спрашиваю, где взять. Представляете? Мне даже вот она название написала, мне ничего это не дало. Их не было. Они, во-первых, пропали одно время. Ну, с рынка, как говорится, да? Сейчас опять появились. И как вот понять, что это не подделка? И что? Да, какую берет. Вот это уже давно погрелось. Это только что. О, какая горячая. Хотите? Поднос из орхидеи, девочки. Я с этими орхидеями, как курица с яйцом. Ну, типа что-то, да, дочь. Так жалко баночки с куёрбельс. Как у тебя открылось, у меня не открывается. У него утром, я тебе говорила, был приступ опять. У-у-у. Как у него уход не было? Наверное. Он переживает, нервничает, что все уходят. Видать. Может, из-за погоды. Ну, не зря же мне врачи сказали в том году, что два раза в год надо. Буду ходить теперь с этой лапшой туда-сюда. Давать ему препараты, если не хочу, посадить его постоянно на них. Ну, как, типа, для профилактики. А я забыла. Дочка чай купила. Какой-то вроде вкусный. Не, такой купил я покупала. Ты такой же покупала. Нет, я два года покупала. Я покупала из этого. Дочек. Короче, теперь ты рада за маму. Мама теперь воду таскать не будет. Очень рада. Очень рада. Я тоже. Мне надо взять у меня же эти. Паш-метр-то есть? Ну, проверить. Сколько в ней? Градусов. Дочь, колбаску будешь? Да. Я все буду. Вкусная колбаса вот эта. Ну, в том магазине вообще колбаса вкусная. Моя зайка проголодалась. Я тоже сегодня не ела дочка. Время уже полседьмого вечера. Мы еще первый раз едим обе. Мне вообще иногда кажется, что Мартюша мои болячки все себе забирает. Вот у него все такие же болячки, как у меня. Аллергия, сердце. Зачем они ему нужны? Пусть они у меня остаются, а он пускай здоровый будет. Дочь, дай пакет. Колбасу убрать. Я понимаю, что ты тоже устала. Но я так устала. Я бегала домой, его смотрела. А туда с собой его взять не могу. Я знаю, что я тебе буду смотреть. Ну, хоть там и нет теперь собак, но я сейчас там уберусь. Там будет стерильно. Он там не должен находиться. А я буду ходить, и будут его волосы летать там везде. Он сейчас будет пить таблетки. Все нормализуется у него опять. В том году пропил, все хорошо стало. Что, дочка? Там перемерли или что? Она ничего не сказала. Она просто написала, отправила. И все. Зайди на заказ, пожалуйста. Посмотреть? Да, просто зайди в данные посылочки. А, размер посмотреть? И посмотри габариты, да, и вес. И после стояла 10-10-10 и... Я помню, что стояла. 100 грамм. И так и осталось. Так и осталось. Ну, это она уже все? Она ее уже там приняла в том офисе? Да, она уже там принята. Возврат между пунктами СДЭК. Это как? Это самое бюджетное. Да? Так надо? Да. Чего я без тебя делала? Господи. Доча мамина, любимая. Там стоу. Сейчас я не влечу. Ну, а там посылочка-то, да, маленькая будет? Маленькая. Ну, с таблетками только. Дочь маме маленький кусочек хлеба отрезала. Девчат, нет красивых мукбангов. Нету красивой еды. Вот что есть, то и ем с вами. Не обижайтесь. Мне не до красивой еды сейчас. Я ни хрена ничего не успеваю. Не успеваю пока в каком плане. То, что у меня, ну, вот с переездом стоит вся работа в ламинаре. Мне надо ехать за автоклавом. А у меня нет ни на что времени. Я не знаю, за что мне схватиться. Я вроде стараюсь, говорю, ну, я вчера целую кучу орхидеи опять пересадила в мох. Сегодня надо пересаживать. И надо в ламинаре работать. Ну, то есть... Я вроде тянула, тянула, все. Уже говорю, ну, уже перееду туда, и там буду работать. Ой, одну банку оставила. Конечно, вот эти маленькие, которые буду вытаскивать, да, вот эти малыши вообще. Ну, вот они с моим пальцем, да, по сравнению. Совсем маленькие, но вот это побольше. Будут долго расти. Ну, кто у меня давно смотрит, помнит, да, я вам покажу в орхо-квартире. Прям теперь я не знаю, как называть то помещение-то. Орхо-склад-лабораторий. Тебе ничего нельзя здесь? Ты только что съел целую тарелку мяса. Мне кажется, он поправился опять. Еще, может, поэтому... Ну, оно уже... Это заболевание есть. Оно никуда не денешься. Отзывы вообще про этот препарат очень хорошие. А Олечке вообще низкий поклон. Оля, даже не вздумай у меня никогда ничего покупать за деньги. Ни цветы, ни мух. Ничего. Все забесплатно для тебя. Она не первый раз нам присылает эти таблетки. Ой. Ой. Девочки, мне даже не верится, что я хоть избавлюсь от таскания воды. Вы даже не представляете. Конечно, я все равно, может, ну, по чуть-чуть, вот для самых маленьких, буду дождевую воду собирать. Хоть, ну, по чуть-чуть, там, бутылочек по шесть. Ну, только чисто для малышей. Вот. А взрослые орфидеи у меня еще есть много. У меня дома целая бочка дождевой воды. Я ее перелью. По бутылкам и потихонечку перевезу туда. Сейчас там уберусь, аккуратно ее составлю, и это будет только для малышей. Плохой водой цветы я поливать не буду. Вода для них это залог здоровья и роста. Ну, так же, как и для нас. Галюни, спасибо за этот фильтр, который мне прислала. Дома стоит кувшинчик. Тот фильтр, кстати, тоже подарок. Прям с марсюшей. Мы ходили в тот далекий магазин, где там не самообслуживание, витрина, а, ну, девочки сами все подают. И там сейчас зимой, тем более вечером, вообще очень, ну, никого нет народа. И они нас с марсюшей запускают. Хотя у них на магазине написано, вход с собаками запрещен, штраф. Нам можно. Ну, хорошая. Чего, мамочек? Чего моя любовь? Чего моя любовь? Ну, я по отзывам купила. Пускай будет, девочки. Девочки, 17 тысяч, обалдеть. Препарат. И где набраться столько денег, да, которые собаке надо их пить каждый день? Ну, собачки, кошки. Вообще, это для собак. Бедный день. Теперь я не забуду. Какие джинсы хорошие. Вот ты на Валберсе заказала? А так зашла, купила. Где? Сбермаркет. Это где? Успех. Сбербанк, мам. И у них отдельное приложение для покупок. Да. Дочь, ну откуда она маме тоже сделала чай? Я не понимаю эти Сбермаркеты. Ну, чё, то же самое, что Азор, Валба, Инстаграме. И ты там накопила... Бонусы. Бонусы, спасибо. Спасибо. И на них купила. Да. Правда? Да. Какая у тебя бестолковая мама. Хотя вот ни хрена не бестолкова. Мне тут надо было документы. Чё сделать, дочь? Сканировать. Сканировать. Расписать. Ну, распечатать. Расписаться. Потом сканировать и переправить туда, откуда они пришли. Девочки. Я сидела полночи. Ну, я сделала. Представляете? А вы говорите. Я в жизни не знаю. Я вот... На принтере ещё могу работать. Надо было оставить пакетик-то. Я себе его сделала. Положила и всё. И он будет лежать у тебя? Нет. Сейчас выкинешь. Я крепче, чем он не пил. Ну, тогда мне его положь. А то сейчас ты его выкинешь, пускай он лучше у меня лежит. На этом... Насыщается. Мам, что-то заикаться твоя стала. У меня опять голова болит на отравление. Положить, отдохни. Тебе некогда отдыхать. Отвечу. Господи, она с грибами что-ли была? Гречка-то. Да. Аль-Мань, сначала съела, потом поняла, что там была не только курица, ещё и грибы. Ну да, правильно. У нас же нет грибов. Покупать надо. Угу. Так что, девочки, когда что-то надо, всему научишься. И причём, мне это надо было отправить через телеграмм, а телеграмм у меня только на телефоне. Дочь, а телеграмм на компьютер сделать можно? Можно, да? Вот если бы он у меня был на компьютере, мне было бы гораздо легче тогда. А то я с телеграмма скидываю к себе на почту. Потому что почта моя электронная есть и на телефоне, и на компьютере. скидываю сама себе на почту. Из почты скачиваю на компьютер, потом распечатываю, потом сканировала это всё. Загрузила в нужном формате. Ещё и нужный формат надо было сделать, я сделала. Вот. Потом это всё загрузила к себе. Сама себе письмо отправила на почту электронную. Зашла через телефон и уже через телефон взяла с почты и отправила в телеграмму. И вот когда мне говорят, а у меня нету, у меня Сбербанк в одном месте, а там контакты в другом месте, я не знаю, как вам чек отправить. Вот мне надо было, я такую работу проделала, трёхчасовую, сидела, у меня глаза закрывались, мозги уже не соображали, а мне надо было сделать, мне надо было отправить. Что я делала, я вам расскажу позже, если всё получится у меня. Когда я получала все эти, ну, уведомления, что мне там надо сделать, мама родная, я думала, я отчёкнусь, я говорю, а как я это буду делать? И у меня днём-то некогда заходить туда, смотреть, ну, что-то делать, опять же, мне кого просить-то? Кристина то на работе, то в колледже, то отдыхает, то уснула, то ещё что-то. Вот. И, ну, загружать её своими вот этими проблемами, чтобы она мне что-то сделала, это мне ей надо целую депешу рассказать, что мне надо. А ихними, как сказать, жезлами, не жезлами, лозунгами, или как там эти слова-то говорятся, слан, слайгами, короче, я не смогла бы ей объяснить то, что мне надо. Вот. Я, вот, понимаете, меня даже иногда спрашивают, Люба, как ты готовишь среду питательную там, или ещё что-то? Как вот это называть? Я не знаю. Я не знаю, девочки. Я просто это делаю. Вот и всё. так же, как и тут. Я взяла и сканировала. 33 работы сделала, но я это отправила в нужном формате, в нужное место. Это всё связано с моей работой интернетовской. И мне надо этому учиться, понимаете? И вот, когда мне начинают, а я не могу чек отправить, я могу вам только в WhatsApp отправить, не можете, идите в магазин, ко мне не приходите. мне, если надо, я беру, пробую, рискую, но делаю. Поверьте, мне так же это всё тяжело даётся, как и вам, например, там, 70 с чем-то лет, как вы мне пишите, всегда. мне 78 лет. Ну что, девочки? Я уже вам говорила по этому поводу, учиться никогда не поздно. что-то шоколадку никакую не взяла. поэтому завтра, что я делаю завтра? Я не знаю, что я делаю завтра. смотрю для начала, как Марчуша будет себя с утра чувствовать. если нормально, значит, на пару часов отлучусь ворху квартиру. если нет, одного дома я его не оставлю. Надо есть хлеб, чтобы хлеб вкусный получился. Соли побольше положила. Так что, вот мои звездочки. Улички, низкий поклон. Так. Кольцы, Как-и? Улия-режная нитка. Нусссс. Так. Через озон почему-то препараты вот именно ко мне очень долго приходят. Мы живем, наверное, в тундре. Да, дочь? Устала моя зайчик? Иди отдыхай, мой солнышко. Я сейчас тоже пока видео тут загружаю, поваляюсь маленько, прям ноги гудят. Во-первых, с Мартюшей очень много хожу. Мы с ним туда, он быстро со мной идет, а обратно мы с ним медленно идем. Вот. Дочка, надо ему шлейку одевать. А? Ну, мне кажется, этот ошейник его душит. Нет? Нет, он не может его душить, он же сделан так, чтобы он просто не снимался через голову, если он его затянет. А душить он его не душит. Не надо шлейку одевать. Он со шлейкой будет еще больше тянуть. Значит, он будет напрягаться, и значит, ему будет хуже. Он же не понимает, что ему нельзя бульдозить. Ему когда хреново становится, он уже сам идет тихо. А пока он более-менее себя чувствует, он как танк. Мамина рыбка. Почему они так мало живут? Да? Мамина любовь. Я хочу, чтобы ты долго жил. С мамой. Мама умрет без тебя. Да? Солнышко мое. Что-нибудь сидишь, делаешь за компьютером. Он голову так подойдет, положит. А если на полу что-то делаю, сижу. Все, он со мной. Он сразу со мной, голова его на моей ноге. И все. Еще и лапку положит на меня. Мамочка любимая рядом. Вкусненький чай какой. Девчата ничего не снимала. Ну, зря я не снимала. Надо было камеру поставить в сторонке. Пускай бы она сама снимала. Ну, смеялась с мальчишками там вообще. Они то продували. Этот фильтр подумали, что может засорился. Над краном вообще смеялись. Он, который старый стоял. Он такой легкий. Туалетная бумага. То лист туалетной бумаги тяжелее, чем тот кран, который там стоял. Представляете? Вообще. Вот с такими кранами дома сдают. Из чего делают их? Из фольги, что ли? Фольга, наверное, тяжелее. Все, девчатки мои, солнышки. Я пошла заниматься делами. Сейчас поваляюсь. Ножки маленько вытянуты. Они у меня ужасно устали. Вот. Спасибо вам, мои хорошие, за поддержку, за то, что вы меня смотрите, терпите. Улыбаетесь, вместе со мной плачете. Это же жизнь. Так и должно быть. Когда всегда улыбаются, это все наигранно. Так не бывает в жизни. В жизни бывают взлеты и падения. Просто падение надо преодолевать с высоко поднятой головой. Поняли? Не грустите. Все будет хорошо.